Всем привет! С вами Юлия Сыпленяк и в нашем курсе видеословарь мы изучаем полезные выражения, чтобы сделать вашу речь богаче. Сегодня это слово рука. Рука. С ним есть огромное количество устойчивых выражений. Например, унеку руку. Некоторым образом, с одной стороны, с какой-то стороны, это такое вводное слово, которое вам помогает организовать мысли. Унеку руку, более, что с этаку десило. С одной стороны, даже лучше, что так вышло. На брызу руку, на скорую руку. Так говорят о готовке или приготовлении. Спременная, что на брызу руку. Приготовь что-то на скорую руку. На свою руку. Это уже совсем другое значение. Значит, со странностями, с причудами. Тот, кто делает все по-своему. Он ебьет малу на свою руку. Он был чуть-чуть странный, как бы сам по себе. При руце. Под рукой. Некавам увек при руце буду броеви телефона приятеля. Пусть у вас всегда под рукой будут номера телефонов друзей. Выражение с глаголами и словом рука. Имати пуне руке посла. Иметь полные руки работы дословно. То есть иметь много дел. Быть очень занятым. Спремимся за славля по имам пуне руке посла. Я готовлюсь к празднику, поэтому у меня полно дел. Ичи од руке или почи за руком. От руке или за руком. Получаться, справляться, удаваться. Обычно какой-то деятельности. Математика мне не идёт от руки. Математика мне не даётся, у меня не получается. Не вам пойма, какое то тебе пошло за руком. Я не понимаю, как это у тебя получилось. Дичи руки от нечего или некого. Поднять руки от кого-то. Ну, означает отказаться, бросить, сдаться, махнуть на что-то рукой. Я такая была уставшая, что хотела всё бросить, на всё махнуть рукой. Дичи руку. Поднять руку. Ну, дословно просто поднять руку. Также в переносном смысле ударить. Ну, или даже убить. Как ты посмел поднять руку на меня? Ставьте лайк, если урок был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и соцсети. И до встречи в следующем уроке.